В этом бою у нас встречается Sage Norcott, Зак Отто. Собственно, вот такие вот бойцы удостоились второго по значимости события этого вечера. Sage Norcott, ну, как бы, я думаю, все прекрасно знают, да, что он из себя представляет. 22 года сейчас всего лишь этому парню, и после того, как он, ну, не самым вот лучшим образом у него там сложились пару боев, где он проиграл с Абмишинами Брайном Барберенни и Микки Галу. Ну, вот после поражения от Микки Галу он сумел одержать уже две победы, выиграл Майкла Кенони за решением, в крайнем бою выиграл Тибата Готти решением. Ну, я просто, как бы, на секунду отмечу, что, ну, Тибат Готти боец весьма слабый, по моему мнению, это очень мягко говоря. И Sage Norcott с ним просто отвратительное выступление показал, и я даже не знаю, как вообще цензурно здесь можно выразиться, ну, выступил очень плохо, это мягко говоря, по моему, конечно, мнению. Противостоять ему будет 31-летний Зак Отто. Ну, Зак Отто тоже, понятно, он, в принципе, в UFC, он пришел в конце 2016 года, он выступает, ну, с таким попеременным успехом. Сплитом выиграл Джоша Буркмана, затем, опять же, сплитом проиграл Серхио Морайесу, хотя, ну, достаточно неплохо тут двое провел. Ну, опять же, сплитом выиграл Куичи Кунемото, затем был нокаутирован Джинляном Ли, ну, опять же, Джинлян Ли это обладатель очень и очень тяжелейшего просто удара. После чего встретился с ветераном Майком Пайлом и, собственно, закончил все с ним уже в середине первого раунда, нокаутировав того. В любом случае, вот такие имеем дела и видим, что здесь Сейджи Норкота, хоть и небольшим, но все-таки выставили фаворитом за 1,77. Зак Отто здесь у нас идет за 2,1. Ну, в принципе, как бы понятно, да, что Отто тоже там звезд с неба не хватает. Нет, Норкот такой, ну, в какой-то мере все-таки хайпанутый боец, хоть и немножко уже развеялся хайп вокруг него, но тем не менее. Ну, как ты считаешь, Андрюх, он здесь стоит того, чтобы быть фаворитом? Ну, тут такое себе. На самом деле, Сейдж Норкот после его неудачного захода в 77 килограмм сказал, что опять спускается в 70 и там заработал несколько таких, ну, можно сказать, побед. И сейчас он возвращается опять в 77 килограмм и встречается он, наверное, с одним из самых неудобных соперников, которые только могут быть для него вообще. Потому что, ну, откровенно говоря, тейкдаун диффенс Сейдж Норкота это одна большая дырка. Он пропускает тейкдауны абсолютно от всех. В крайнем бою ему провел 4 тейкдауна ударник легковес и не испытал с этим особо никаких проблем. Сейчас у него в соперниках одеяло, которое борется и делает это весьма исправно. И мне кажется, что для него это будет достаточно сложно. Ибо учитывая то, что Отто достаточно крупный и сильный физически, он вполне сможет проводить тейкдауны и доминировать в партере над Норкотом. Я думаю, что в таком ключе этот бой пройдет. Ну, собственно, по тому, как я описывал этот бой, наверное, было понятно, что, естественно, я тоже склоняюсь к Зака Отто. И не считаю, что здесь букмекеры выставили правильные цифры. Ну, в общем, не знаю, особо здесь, наверное, нечего больше сказать. Давай к главному бою-то перейдем. В котором у нас встретятся Джуниор Дусантос и Благо Иванов. Ну, если, опять же, с Джуниором Дусантосом здесь более-менее у нас все понятно. Это бывший чемпион. Ему сейчас 34 года. Дусантос, я напомню, что предыдущее его выступление было год назад, немножко больше, где он проиграл нокаутом Степи Меочи. Ну, в любом случае, мы прекрасно понимаем, что Дусантос, конечно, уже, ну, скажем, не совсем тот боец, да, который был раньше и который просто был грозой дивизион на самом деле. Но, тем не менее, у него есть, у него по-прежнему осталась боксерская техника, очень даже неплохая. У него осталась просто прекрасная защита от тейкдаунов. Единственное, что вот у него уже сдает челюсть, да, периодически. Но, тем не менее, техника, скорость у него все-таки еще остались. Но, а его соперник, это боец, который дебютирует в UFC, и, ну, вот так вот он дебютирует сразу в главном событии ивента. Благо Иванов, я напомню, что является по базе самбистом. Ну, собственно, ни для кого не секрет, что он там сам бы встречался с Емельяненко, выигрывал его. Ну, это вот такой небольшой такой мини-хайп вокруг него был из-за этого. Но, в любом случае, затем показал такую серию выступлений в Белатере. Весьма неплохую, на самом деле, но оступился на Александре Волкове, проиграв тому с Абмишным. Ну, то есть, стоит заметить, да, такой момент, что Волкову проиграл с Абмишным. Ну, в любом случае, затем сразу же перешел в организацию ВСОВ, которая ныне является ПФЛ, где сумел завоевать титул. Несколько раз его защитил. Ну, понятное дело, да, что оппозиция, конечно, у него далеко там была, не самая лучшая. Но, тем не менее, те, кого смогли ему ВСОВ вообще противопоставить, кто у них был в ростре тяжелого веса, всех он прошел. Прошел достаточно уверенно. Ну, что можно про него сказать? По моему мнению, в первую очередь, как бы, я хочу заметить, что это, ну, весьма медленный боец. Весьма медленный, такой неповоротливый. И, как мне кажется, ну, он прям сильно будет здесь в скорости уступать. И, мне кажется, более-менее по делу все-таки коэффициенты выставлены. До Сантос здесь фаворит 1,57, Благо Иванов 2,55. Андрю, как ты считаешь здесь, ну, вообще есть варианты у Благо Иванова какие-то? На самом деле, мы знаем тяжелый вес, мы знаем всю ситуацию с одним ударом, ну, который постоянно все тиражируют и так далее. Но, если абстрагироваться от таких форс-мажорных ситуаций, то я думаю, что шансов у него нет. До Сантос, несмотря на отстранение, был там достаточно непродолжительное время, и Усада его оправдала. И сейчас мы можем видеть весьма такую физически неплохую подготовку до Сантоса. И, несмотря на то, что он там проиграл Степи Меочичу нокаутом и Алистару Авериму до этого, он показал прекрасную форму с Беном Ротвиллом, которого достаточно уверенно избил в каждом раунде, и не испытал вообще с этим никаких трудностей. При том, что Бен Ротвилл-то весьма-весьма такой сильно бьющий боец, который может попасть. И, я думаю, у никого никаких вопросов с этим не будет. Благо Иванов же, да, как ты и сказал, он достаточно невысокий для этого весовой боец, достаточно медленный. И пусть, как и все тяжи, достаточно сильно бьющий, но я не думаю, что это какую-то опасность будет представлять для Дос Сантоса. Он уверенно отработает своего оппонента и завершит бой нокаутом во втором-третьем раунде. Ну, я, собственно, здесь ничего не могу сказать. Я буду очень рад, если выиграет Дос Сантос. Именно к этому я и склоняюсь, как я и сказал. Ну, особо здесь и нечего больше, наверное, обсуждать, да. Да, вроде все сказали уже. Да, я полагаю, что на сегодня у нас все, друзья. Собственно, ставьте лайки, подписывайтесь и на наш канал, и на наш паблик. В описании есть ссылочка. Ну, у нас на сегодня все. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...